Вообще, целенаправленная работа по превращению своих рук в оружие, такая как набивка, закалка, укрепление ударных поверхностей, ударного звена и конструкции тела, это не для всех. Это для истовых фанатов. Именно фанатов в лучшем понимании этого слова, а не фанатиков. Фанаты это адепты и последователи, методично работающие над достижением какой-то цели без излишнего фанатизма. И макевара уж точно не для всех. Это та горечь, до которой нужно дорасти. И это несмотря на то, что макевара рекомендована адептам всех направлений боевых искусств, где используется ударная техника. Но чаще проблема в том, что плоха не макевара и не снаряд какой-нибудь ударный. Они могут быть сами по себе вполне хороши. Чаще оказываются плохи методики, по которым работают на этих снарядах. А еще хуже бывают подходы к работе на макеваре, которые повсеместно встречаются у нерадивых адептов боевых искусств. И вот в этом случае уже не поможет ни лучшая макевара, ни исключительно прекрасная методика. И скорее всего это происходит не потому, что адепты глупые или плохи. Просто дело в том, что макевара нужна не всем адептам боевых искусств. Некоторым она в принципе не нужна вообще. Но они считают иначе. И это неправильно. Дело в том, что макевара может дать бойцу настоящее оружие. Но для того, чтобы оружие это получить, нужно пройти довольно сложный, долгий и тернистый путь. Не просто путь, а путь. В смысле понимания путь, как до. Дао. Понимаете? Да. Работу на макеваре можно рассматривать как самый настоящий путь. Серьезный. Как путь. Как дао. До. Ну или значительную и важную его часть. Дело в том, что работу на макеваре можно рассматривать в том числе и как активную динамическую медитацию. Вообще, создание из своих рук оружия это вполне себе достойная цель. Это дорога. Дорога в долгие годы. Сейчас это всего лишь годы. В былые времена это были долгие десятилетия. Но современные методики и снаряды позволяют значительно сократить это расстояние во времени. Но, тем не менее, днями и месяцами здесь не отделаться никак. Для этого понадобятся действительно годы. В любом случае, это длинный и серьезный путь по методической подготовке рук или ног, любых ударных поверхностей. Небрежение на котором неминуемо приведет не то, что к недостижению результата, а скорее всего приведет к отрицательному результату и негативным каким-то последствиям. То есть можно получить результаты прямо противоположные ожидаемым. Мы видим мастеров боевых искусств, которые добились выдающихся результатов в укреплении рук. Но даже поверхностный анализ их деятельности позволяет нам сделать вывод, что они потратили достаточно большое количество времени, методичной и упорной работы для достижения своей цели. И для достижения того, чем мы так восхищаемся. И нет среди мастеров ни одного, кто иногда, слегка поколачивая макеваров, от раза к разу достиг чего-либо серьезного. Не существует. А потому хотелось бы предупредить всех тех, кто хочет с наскока взять большую высоту. Это невозможно. Если вы хотите получить подобный результат быстро, то забудьте об этом. Макевара, скорее всего, вам не нужна. Без решимости действовать долго, упорно, методично, регулярно лучше забыть о макеваре вообще. И не подходить к ней. Она не для вас. Кстати, я повторюсь. Макевара – это инструмент тренировки не только тела, но и духа. Работа на макеваре – сродни медитации. Это очень серьезный и кропотливый процесс, во время которого происходит становление духа, упорности, силы воли, характера. А дух, воля, терпение, смирение – это очень ценные человеческие добродетели, которые неплохо воспитать в себе любому адепту боевых искусств. Но даже если у вас хорошая мотивация, и вы настроены решительно, этого недостаточно. Важно действовать в соответствии с базовыми принципами работы на макеваре. Но об этом немного позже. Хочу также отметить, что многим макевара вообще не нужна. Они и без нее станут отличными спортсменами. И может быть даже самыми лучшими. И работа по выковыванию из своих рук оружия не является приоритетом для этих людей. И даже не важна как дополнительный какой-то факультативный момент. То есть аспект этот является незначимым для достижения высоких спортивных результатов для большинства видов боевых единоборств. Это для тех, кто хочет заниматься боевыми искусствами как таковыми и иметь оружие. То есть боевое искусство тем и отличается от спортивных единоборств, что в нем есть оружие. И оружием в данном случае будут ваши руки и ноги. Ну, просто какой же воин без оружия? Это как спортивный фехтовальщик, который никогда не держал в руках настоящего клинка. Возможно, что современный спортивный фехтовальщик, обладая изощренной техникой, победит даже спортивной саблей бойца, который будет биться настоящей саблей, настоящим оружием. Возможно, он его тем более победил бы, теряясь настоящим оружием. Вопрос только в том, что у него никогда этого настоящего оружия не будет. Конечно, обладание оружием не заменит техники. Но никакая техника не сможет заменить оружие. Это надо понимать. Лучше, когда сочетается и то, и другое. Так вот, никогда не будет крепких рук и ног у того, кто не занимается целенаправленной деятельностью по их укреплению. Это факт. А без таких рук и ног настоящий боец невозможен. Если их нет, то он будет какой-то слегка неполноценный, немножко недоделанный. Как спортсмен он может быть великолепен. Как боец он даже будет хорош. Но он не будет воином. Воин обладает оружием. Боевые искусства. Это искусства воинские прежде всего. В любом воинском искусстве, значит в любом боевом искусстве, должно быть оружие. Запомните это. И тут выбор уже за каждым. Каждый делает его сам. Кто-то делает оружие. Кто-то только стреляет из оружия. Или учится стрелять из спортивного оружия. Это если с огнестрелом какую-то корреляцию провести. А кто-то умеет делать и оружие, и стрелять из него. Вот последний навык. Он самый лучший. Хорошо уметь и сделать оружие под себя. И уметь им великолепно пользоваться. А мне здесь импонирует то, что в качестве оружейного мастера может выступить абсолютно любой. Потому что материал у вас всегда под рукой. Это ваши руки, ваши ноги, ваши ударные поверхности. И вы целенаправленно и методично. Молотом и наковальней. Вашей силой и с помощью макевары. Вы ковываете свою боевую сталь. Это же круто. Ну а самое важное, что надо понимать. Что на самом деле достигать значимых целей и результатов можно на любых снарядах. Если вы хорошо понимаете методику работы. Но гораздо быстрее это получается, когда снаряд хороший. Понимаете? Нельзя хорошо... Дальше можно хорошо научиться стрелять из какого-то дурацкого лука, например. Но если это будет спортивный или хороший боевой лук, то стрелять из него получится лучше. Понимаете? Это как на игре, как с игрой на музыкальном инструменте. Можно самому вырезать из фанеры подобие гитары, натянуть струны из ниток и пытаться освоить игру на гитаре. И возможно вы даже освоите какие-то моменты, технику, постановку рук, аккордов. Но игры не получится такой какой надо. И мастерство все равно никогда в полной мере не придет. Для этого должен быть и инструмент. То есть с инструментом все получится намного быстрее и качественнее. Поэтому используйте в своей подготовке профессиональные снаряды. Это очень помогает. Используйте профессиональные методики. Методики, проверенные временем. Но современные методики. Понимаете? Проверенные временем это не значит древние и допотопные. Когда понимание механизмов, способствующих укреплению рук, трансформации костей, компенсаторной гипертрофии, соединенной ткани, укрепления капсул суставов. Когда эти знания были недоступны людям в той мере, в которой они известны сейчас. Сейчас современная наука о человеке позволяет подойти к этим вопросам методично и научно. Научно обоснованно прежде всего. И именно это позволяет достигать быстрых результатов. О том, как это делается, я расскажу в других видеороликах. Ну а кое-что вы сможете посмотреть в описании к этому видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok